Друзья, всем привет! Мы собираемся в очередной поход. Я свой рюкзак уже собрал. А сейчас возьмем помидорчики, огурчики, сало взяли. Едем к Большому каньону, собственно, от начала пути, к точке А, от поселка Соколиново. Ну и оттуда мы уже будем держать путь к Большому каньону Крыма, к Ване Молодости, Голубову озеру. Ну, собственно, пройдем все эти там ванночки, мостики, почтовые дубы. Все будет самое интересное впереди. Не переключайтесь. Поехали. Что, с Богом? С Богом. Поехали. Доброе утро! Наше путешествие увлекательное. Большой каньон Крыма с детьми, с собачками. В общем, компания у нас классная. Доезжайте до этих киосков. Вот начинается тропа. Мне вот чем нравится, смотрите, здесь сразу сделали раздевалки, переодеться здесь. Вот описание, как эта тропа идет. Проходим мостик сейчас. Отправляемся до этой точки. Здесь почтовый дуб. Потом дойдем до Голубого озера. Яблоневый брод, не знаю, зайдем или нет, посмотрим. Источник пания. И ванна молодости. Дальше идет каньон уже, ну, туристическая тропа до ванны молодости. Дальше уже идут такие тропы для более подготовленных. Ну, а здесь, в принципе, спокойно пройдетесь с детками. Вот. И получите массу удовольствия. Здесь показывается, какие животные здесь обитают. Животные со сокрымских лесов. Видите, белка, барсук, косуля, заяц, муфлон, кабан, олень, куница, лисица. Ну, много, да. Вот здесь птички. Себеннички. Вот украшения природы. Красивые птицы. Грибы крымских лесов. Цветы. Ну, и государственный заказник Большой каньон Крыма. Все, ребят, отправляемся мы вперед. Держим свой путь к ванне молодости. Сделал такие вот указатели, ребят. И вы не ошибетесь. С пути вы не собьетесь. На Большой каньон вы попадете. Здесь, смотрите, указатели есть. Все, ребят. Продолжение следует... 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 А вот есть тропинка. Сейчас мы с вами залезем в него. Посмотрим снизу на почтовый дуб. Забыл, что это розмарин или можжевельник. Привет! Привет туристам! Как вам отдыхается? Там есть тропинка. Друзья, не повторяйте, это опасно. Можно зацепиться об корни и улететь туда вниз. Так что будьте осторожны, если вы хотите забраться на этот камень. Посмотрите, какой вид открывается на Орлины за лед. Его отсюда лучше, отчетливее видно. Ну, прям смотрите. Кайза как передает камера, я его вижу. Сейчас перекусим и отправимся дальше. Хорошо здесь. Ветер есть, но вы его не чувствуете. Потому что деревья просто не дают. Деревья шумят сильно. Ну, прям, чтобы сильно так сдувало. Ветра особо нет. Ну, наверху. Ветер сильный. Слышится кокоска. Река шумит очень сильно. Тепло. Теплоки одет. Мы идем на Голубое озеро. Практически, сколько мы прошли. Только, ну, может на километр меньше. Хорошо, что мы идем на километр, да. Вон, наверх, посмотрите. Надо держи. Ногу положи, у нас нормально ничего. Могда, мне идея далеко. Открывай. Ногу положи на лицо. В другую. А теперь на низ. Вот там яблони в брод. Друзья, там мостик есть. Мы сейчас до него дойдем. Ребята, он здесь есть. А вид. Огонь. Вид потрясающий, друзья. Я не могу передать это. Убрали мост. Ну, что ж. Вот. Аленушка говорит, мост убрали. Так что, будете ходить в обход. Мостик убрали. Остался. Вот канат или трос. Поверху идет. Но мост прям страшный. Не сам мост страшный был, а идти по мосту очень страшно. Потому что вы сами понимаете, какой здесь обрыв. Какая здесь высота. Да, и кто боится высоты, друзья. Это страшно. Очень страшно. Не советую вам испытывать свои нервы. Здесь, на самом деле, очень красиво. Уже мы сейчас доходим. Здесь открываются обалденные виды. На скалы, на лес. Шумит кокоска. Вон ее видно оттуда. Голубое озеро открывается перед вами. Сейчас будем с вами спускаться в самый низ. Там тоже очень красиво. Живописно. Кто первый раз. Приготовьтесь. От такой красоты можно упасть с дивана. Голубое озеро. Ребята, мы спустились с вами в Голубом озеро Большого каньона. И вид здесь обалденный. Класс. Друзья, специально для вас пробираюсь сейчас по скользким камням. Чтобы заснять офигенные виды. Потому что солнце светит и она засвечивает камеру. И все самое интересное просто будет засвечено. Потому что надо туда куда-то пройти. Давайте попробуем. Ребята, посмотрите, куда мы с вами собрались. Как вам? Круто? Мне здесь очень нравится. Шумит. Ребята, вы знали, что Голубое озеро называют еще озером любви? Есть поверь, если вы искупаетесь в этом озере со своей суженой, со своей женой, любимой или со своей семьей, то ваша семья будет очень крепкой, неразлучной. Ну, в общем, счастья вам будет, все будет, богатство, счастье, любовь. Но есть один минус, друзья, меньше чем здесь искупаться, нужно быть закаленным, потому что оно очень холодное. Очень холодное, очень холодное, даже летом. Ну, этого стоит. Мы когда-то купались, и мне понравилось. Единственное, это было летом, сейчас можно замерзнуть. Ну, что, дальше пойдем? Ну, насладились этими видами, да? Пошли. Ребят, хотел хороший кадр сделать. Чуть в этот водопад не упал. Он подъехал, подскользнулся. Вот здесь, как начал катиться туда. Все, пойдем, сынок. Пойдем. Там скользко очень, можно упасть. Пошли. Дошли до таблички, до моста, который ведет в Яблоневый брод. Ну, давайте пройдем сейчас к тому мостику. Мы к самому Яблоневому броду, ну, мы не ходили, потому что все время как-то уставали с детками, ну, и шли по одному маршруту. Ну, вот, собственно, по которому мы сейчас идем. Но мы доходили туда дальше, там, в каком-то мостику. Ну, надо было еще идти, идти. А вроде 5, ну, я не знаю, что-то написано 5-6 километров. Не знаю, что это. Вот, ну, там вот Яблоневый брод. Посмотрите, какой камень, да, большой. Вот, мы сейчас подошли с вами к мостику, который, собственно, ведет к Яблоневому броду. И к Можжевеловому лесу, друзья. Ну, вроде к Можжевеловому лесу. Давайте подойдем, там табличка будет. Река Кокоска, вы ее уже знаете. Мне показалось, что сзади меня кто-то шел. Кто-то идет. Это вот лямки вот эти от рюкзака. Так, да, ну, Яблоневый брод. Может, там еще что-то есть. Вроде Можжевеловый лес. Да, вот эта табличка. Вот правила все в основном рассказывают. Давайте дальше пройдем, ну, посмотрим. Ну, просто Яблоневый брод, ребят, но он где-то вот там, вот, вверху. Где-то там, вверху. Идет тропинка, так, по диагонали вверх. Так, а здесь вот табличка. Ну, что, ну, не зря мы сюда пришли. Там вот, видите, мостик. И этот мостик идет через реку Алмачук. Река Алмачук, ребят. Которая впадает в реку Кокос. Гляну по карте. Если вам интересно, тоже гляньте. Река Алмачук. Вообще, откуда она начинает свой сток. Чистая горная река. И снятина. Вкус камней. Представьте, да, как она фильтруется через эти камушки. Через бревнышки. Чистая-чистая. Ну, сколько пил, ни разу мы не отравились. Сюда мы часто ее кипятим. Вот. Хорошие места. Всегда есть вода. Всегда можете закипятить чай. Приготовить. Ну, и просто утолить жажду. Пойдем дальше. Подойдем сейчас мы с вами, ребят, очень к такому святому месту. Называется Источник Пания. Источник Пания. О-о-о! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, природа лучше всяких дизайнеров, посмотрите Друзья, может ты пройдешь сначала? Друзья, давай попробуй Аккуратней Не спеши Не спеши Подожди, подожди Встань сюда Давай Прошли Давай, давай, туда, туда Ребят, немногим известно, что на этом месте, на источнике пания когда-то стояла часовня Панагея Всесвятая Посвященная Пресвятой Богородице Вот Давняя легенда Говорит о том, что Это место издавна Было Почитаемо Среди православного населения Часто сюда приходили люди Просящие заступничества и помощи у Богородицы И всегда их просьбы исполнялись Давайте пройдемся сейчас по этим святым местам, посмотрим Здесь очень красиво Я вот вижу этот вид Прям огонь Наслаждайтесь, друзья Прям огонь Прямо Мы Эка Экбер 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Знаменитая ванна молодости в Большом каньоне Крыма Куда дуля, туда дыль Субтитры делал DimaTorzok 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 Друзья, здесь можно ванны принимать Летом Ну и если вы закаленные, можете и зимой, и весной В любое время года Давай Я не могу Куда не пытайся Если чувствуешь, что не перепрыгнешь, лучше не делай все друзья смотрите дошли уже вот уже переодевалки оборудовали все облагорожено какой вид открывается обалденно и там дальше уже все ванна молодость пойдем летом здесь рынок чеканят монеты ну здесь пиво продают там такое все вот для туристов смотрите ступеньками вот уже ребята тоже здесь и нас обогнали когда мы привал делай и собственно там ванна молодости вот доказательства что мы дошли до ванны молодость прошли кордона прошли вот оказывается 6 километров до яблочного бродом и вот ванна молодость идемте посмотрим вот она ванна которая вас омолодит все вот до сюда в принципе весь маршрут вот туда дальше уже для таких сильных путешественников я там тропы не вижу надо взяла надо будет обязательно как-нибудь выберем время и продолжим наш маршрут я там сквозь Ребята, собственно, мы здесь когда-то купались Водичка, огонь Прям обжигает Летом прям супер Но здесь на самом деле очень глубоко Когда вы прыгаете с этого камня До дна вы вообще не дотрагиваетесь Представьте, вот с весом 100 килограмм, когда вы прыгаете с камня Вы до дна не дотрагиваетесь, потому что там очень глубоко Ну, относительно Не очень прям сильно А визуально вода настолько прозрачная Визуально кажется, что там не глубоко И вы видите дно Это обман на самом деле Да, в основном в пещерах Особенно бывает настолько зеркальная вода Что вы видите дно, но там очень глубоко Ну что, друзья Наше путешествие подошло к концу На сегодня мы прощаемся с вами До следующего видео Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки, всем пока Всем пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok